Обеспечить энергетическую безопасность вложенных инвестиций, обустроить подъездные пути. Сегодня делегация из Москвы в очередной раз посетила челнинские предприятия, которые являются кандидатами на финансовую помощь из столичного фонда. Деньги, которые помогут им встать на ноги и лежат открыть новые горизонты производства, пойдут только на развитие инфраструктуры. Фонд поддержки моногородов рассматривает такие проекты, которые действительно рентабельны и смогут создать достаточное количество рабочих мест. Сейчас наши дороги, которые ведут к нашему проекту, в достаточно неудовлетворительном состоянии. То есть с каждым годом, я замечаю, оно все хуже и хуже становится. То есть достаточно серьезный километраж, который ведет к нашему заводу, он просто сейчас требует капитальных вложений. То, что в городе уже есть смета ремонта дорог в промышленной зоне, доказывает готовность местных властей сотрудничать и помогать предприятиям. Это, несомненно, плюс в рассмотрении заявленных проектов, отметил генеральный директор фонда развития моногородов Илья Кривогов. Всего на финансовые вложения в инфраструктуру, помимо завода по производству строительной арматуры, рассчитывают еще шесть челнинских предприятий. Ближайшее заседание наблюдательного совета фонда, который и определит, кому конкретно выделить деньги, состоится в сентябре. Город включен в первую категорию кризисных, и те проблемы, которые в автомобильной отрасли сейчас появились, они в первую очередь сказались на КАМАЗе. Поэтому задача фонда – это как раз создание тех самых альтернативных рабочих мест в моногороде, набережные челны, которые как раз позволят выйти из вот этой сложной ситуации, чтобы люди, теряя работу на одном месте, хотя бы не теряли на другом. Спасибо.